Добрый день! Сегодня поговорим о прозвонке удлинителя с выключателем. Выключатель делает переноску удобней, а кнопка, а для чего она? Сейчас узнаем для чего кнопка и как проверить ее исправность и исправность выключателя. Разбираем удлинитель. И вот, что мы здесь видим. Желто-зеленый провод следует на свою заземляющую клемму. С ними, я надеюсь, вам все ясно. Если вам не все ясно, то гляньте на мое видео, как прозвонить удлинитель с помощью мультиметра. Ссылка на него есть в описании. Коричневый и синий провода проходят через выключатель. Вот он. Причем коричневый проходит еще и через кнопку. Вот кнопочка. Кнопка это защита от перегрузки. Она разомкнет цепь, если через переноску будет проходить слишком большой ток. Следовательно, в нормальном состоянии кнопка должна быть замкнута. Ну, то есть звонится. Проверяем. Вот она звонится. Если нет, то проверяем ее, не находится ли кнопка в выключенном состоянии. Нажимаем ее. Если не звонится и после этого, значит, она вышла из строя, ее надо менять. А для этого нужно отсоединить провода от нее, открутить гайку, вынуть саму кнопку, ставить на ее место новую с таким же номинальным током. Он указан на корпусе кнопки 10 ампер. Это 2,2 киловатта. Ссылка на таблицу перевода тока в мощность есть в описании. Ну, и припаять на место провода. Иногда провода подсоединены не пайкой, а съемными клеммами. Это удобно, так как не нужно паять. Когда заменить нечем, можно ее закоротить вот так. Но при этом вы лишитесь защиты от перегрузки. А это потенциально опасно пожаром. Ну, или присоединить коричневый провод прямо к выключателю. Вот так вот. Это то же самое, что и закоротка. Если с кнопкой все в порядке, то переходим к выключателю. На выключатель коричневый провод приходит с кнопки. Когда выключатель включен, он должен звониться. Через выключатель проходят сразу два провода коричневый и синий. Каждый подключен к своей группе контактов. Итак, у выключателя две независимые группы контактов. Одна для коричневого и другая для синего провода. Прозваниваем первую. Вторую. Вот от этой клеммы к этой. Порядок. Если какая-либо группа контактов не звонится, то можно ее закоротить так, как мы это делали для кнопки. Ну, а лучше заменить выключатель. Откусить провода и сжать сверху и снизу распорки. И вынуть выключатель наружу. Установить на его место новый. Ну и вставить обратно в отверстие. И проделать все в обратном порядке. Он должен защелкнуться. Вот так. Далее оба провода следуют. Каждый на свою шину. Если здесь все нормально, то удлинитель исправен. Проверяем. Порядок. Порядок. Ну, можно закрывать. Надеюсь, все было понятно. А если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.